В Москве в начале сентября состоялась очередная международная выставка Комтранс, главная площадка для демонстрации передовых образцов коммерческой автотехники. Традиционно в рамках этой выставки главы крупнейших производителей такой техники дают в тот редкие сегодня пресс-конференции, на которых порой озвучивают очень интересную или неожиданную информацию. На минувшем Комтрансе на такой конференции выступил генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин и не покривлю душой, если скажу, чтобы в его выступлении было что послушать как о настоящем, так и о будущем возглавляемой им компании. Поскольку конференция длилась около получаса, я по возможности кратко своими словами изложу ее самые интересные моменты, которые в том числе касались развития таких проектов, как Компас, Геркулес, Юпитер и Континент, а также того, как КАМАЗ чувствует себя в нынешней непростой ситуации, какие рыночные сегменты собираются войти, какие проекты воплотить в жизнь и каких результатов добиться в ближайшем и в отдаленном будущем. Начну с Компаса, с самой обсуждаемой и самой спорной новинки КАМАЗа за последнее время. Кагогин сказал, что ее и производство и продажи стартуют еще в этом году. Почему вообще появился этот нетипичный для КАМАЗа грузовик? По словам Кагогина, развитие экспорта российским компаниям сегодня дается непросто из-за целого ряда факторов, включая политический. Поэтому самым действенным способом нарастить производство идти в новые сегменты. И сегмент стартоннажников один из них. Именно в него КАМАЗы входят за счет запусков производства компаса полной массой 9 и 12 тонн. Но еще более важный для завода сегмент это сегмент карьерных самосвалов, в котором прежде не то что КАМАЗов, а вообще российских моделей никогда не было. Как сказал Кагогин, на таких машинах КАМАЗ сможет зарабатывать в будущем от 30 до 70 миллиардов. Заманчивая перспектива. Причем карьерный сегмент распадается на несколько. Так КАМАЗ уже вышел на рынок карьерно-шоссейных самосвалов. В рамках этого начавшихся два года назад проекта разработаны два пятиосных самосвала грузоподъемностью 60 и 65 тонн с максимальным использованием агрегатной базы новейшего КАМАЗовского семейства К5. И сегодня данный проект вышел на финишную прямую. Полуторамесячные экспозиционные испытания 65-тонников в одном из разрезов успешно завершены. Со слов Кагогина, к шасси вообще не было серьезных претензий, а вот кузов слегка доработают в соответствии с появившимися замечаниями. Другой вариант специализированного тяжелого самосвала, шарнирно-сочлененная машина, которая у КАМАЗа получила название Геркулес. Как сказал Кагогин, в следующем году опытный образец Геркулеса пройдет всестороннее испытание. В 23-м заказчикам передадут их опытно-промышленную партию, а в 24-м запустят в серийное производство. Наконец, третье звено в карьерном проекте – перспективный самосвал Юпитер грузоподъемностью 125-130 тонн. То есть, это полный аналог Белазов самой востребованной грузоподъемности. Сейчас по Юпитеру ведутся проектно-конструкторские работы, а первый опытный экземпляр начнут изготавливать в этом, а закончат в следующем году. Теперь еще об одном перспективном проекте. Это седельный тягач «Континент», представляющий собой развитие только выходящего на рынок магистрального семейства К5. У «Континента», напомню, есть несколько важных отличий. Это улучшенная аэродинамика, интерьер-трансформер, облегченная конструкция, гибридный силовой агрегат и возможность автономного движения. Так вот, Кагогин сказал, что у «Континента» вполне реальные перспективы пойти в серию. Как я понял с его слов, уже в следующем году «Континент» из выставочного шоу-трака имеет все шансы превратиться как минимум в предсерийный образец. И раз мы уж помянули «Камазы» поколения К5, то с моей подачи Кагогин пояснил, вытеснят ли они «Камазы» поколения К4, и если да, то когда? Это действительно произойдет и довольно скоро. К4 вычеркнут из перечня производимых моделей через два года, в 2023 году. Почему? Во-первых, чтобы избежать так называемого внутреннего каннибализма. Это когда у компании в одном сегменте две одинаковых моделей, которые начинают яростно конкурировать между собой. Во-вторых, К4 создан на базе «Мерсетесовского Аксора», а он уже снял с производства и выпуск его комплектующих стремительно сокращается, а потому они становятся все дороже и дороже. Наконец, в-третьих, «Камазу» нужно как можно быстрее резко нарастить производство К5, пусть даже за счет семейства К4, так он быстрее наберет массовость, а значит быстрее отобьются инвестиции в его новую кабину и двигатель. Еще я поинтересовался у Кагогина судьбой самой старой кабины К3, ведь через 2-3 года все оснащаемые ею базовые модели можно будет заказать с кабиной К5. Ответ был таков. Доколе у предприятия существуют заказчики, для которых главный критерий – цена, старая кабина сохранится в производстве. И снимать с конвейера ее никто не собирается ни сейчас, ни потом. Более того, ее очередной раз модернизируют. Теперь о перспективах водородных «Камазов». Кагогин признался, что еще недавно относился к теме водородного топлива без особого энтузиазма, но сейчас поменял свое мнение. Более того, он считает его внедрение делом не какой-то далекой перспективы, а уже с завтрашнего дня. Заводом на сегодня разработаны опытный грузовик и опытный автобус на топливных элементах. Этот автобус, по словам Кагогина, сейчас проходит тестовые испытания, после которых, скорее всего, в следующем году несколько таких автобусов будут поставлены в «Мосгуртрансу» для опытной эксплуатации, главная цель которой – прийти к пониманию, насколько вообще эффективно их использование. Правда, Кагогин признал, что существует проблем создания заправочной инфраструктуры. И с ней может получиться то же самое, что произошло при внедрении газомоторной техники, когда завод вложил десятки миллионов долларов в создание специального производства газовых КАМАЗов, а спроса нет. И годовой выпуск не превышал скудные 2500 машин, что никаким образом не позволяло отбить инвестиции. Пришлось Кагогину лично договариваться с «Газпромом» и договариваться с сетями АЗС о создании на их станциях газовых заправок, но те решили в это вложиться лишь тогда, когда на дорогах, так сказать, наросла критическая масса газовых грузовиков, и бизнес по их заправке стал рентабельным. Но, как ни крути, для производства газовых машин заправочная сеть все же первична. Кагогин привел такой пример. По большой просьбе КАМАЗа компания «Новотек» построила в челнах заправку с жиженым газом, и долгое время простаивавшие на складе готовой продукции полторы сотни работающих на нем КАМАЗов местные перевозчики раскупили буквально за несколько дней. В общем, с развитием водородной заправочной инфраструктуры будет примерно то же, что и с развитием газовой. Тут, как сказал Кагогин, какое-то время просто придется перетерпеть. Но в водородную тематику КАМАЗ будет инвестировать однозначно. А как насчет грузовиков-роботов? Верю ли я в автономное движение? Да, верю. Возможно ли сегодня технически осуществить автономное движение? Да, возможно. Это прямая цитата Кагогина из ответа на соответствующий вопрос. И у КАМАЗа уже появились свои опытные автономные грузовики, включая упомянутый ранний континент. Сначала у него будет третий уровень автономности, который затем подтянут до четвертого уровня. Тем не менее, Кагогин считает, что реальное серийное внедрение автомобиля без пилотников начнется не с таких магистральных тягачей, как континент, а с техники, которая во время работы не пересекается с техникой под управлением водителя. Это прежде всего карьерные самосвалы. Что в данном направлении первым делом сделает наша компания, это лишит кабин карьерную технику. Это тоже цитата Кагогина. И в завершение немного о том, что сказал Кагогин на тему состояния российского рынка грузовиков, как КАМАЗ на нем себя ощущает и какие у него на этом рынке перспективы. Так вот, в настоящее время существует повышенный спрос на грузовую технику и в Европе, и в России. По словам Кагогина, КАМАЗ сегодня продает столько машин, сколько способен произвести. Неудивительно, что консолидированная выручка за первое полугодие составила 118 млрд рублей. Это сопоставимо с показателями за весь прошлый год. КАМАЗ уверенно закрепился в сегменте магистральников, где раньше безраздельно господствовали европейские марки. Его доля в этом сегменте перевалила за четверть и составила 27%. Новейших грузовиков семейства КА-5 в этом году планируется сделать порядка 2400 единиц. По мнению заводских маркетологов даже в первом полугодии 2022 года ситуация на рынке грузовиков будет определяться возможностями производителей, а не потребителей, а значит у завода есть возможность еще больше нарастить производство. Но есть и сдерживающие факторы. По словам Кагогина, главные из них трудности с поставками чипов, из-за чего в этом году во всем мире будет не сделано аж 9 млн. автомобилей. КАМАЗ пока выкручивается, но крайне затрудняющее планирование производства возможность прекращения поставки чипов висит над заводом, как домоклов меч. Еще бы, если в грузовиках старого поколения чипы используются всего в 5 блоках управления, то в грузовиках семейства КА-5 в 50. Это их уязвимое свойство, отказаться от которого сейчас просто немыслимо, потому что большинство потребителей требуют от КАМАЗа технику самого современного уровня. Да и сам КАМАЗ, видимо, считает себя вполне достигшим уровня зарубежных конкурентов. По словам Кагогина, компания готова к борьбе за клиента не за счет более низкой стоимости, как прежде, а за счет потребительских качеств своих автомобилей. То есть успех в конкурентной борьбе для КАМАЗа более не вопрос минимальной цены. Смело, но тут нужно понимать, что и потребитель теперь имеет полное право подходить продукции КАМАЗа абсолютно с теми же требованиями, которые он предъявляет к зарубежным грузовикам. КАМАЗа Продолжение следует...